друзья снежочек ты только посмотри женька что может быть лучше когда ты просыпаешься с утра и видишь за окном новогоднее настроение ничего приветствую вас белгород мастерская компьютерных и писи и посмотрите как нужно напрягать клиентов которые только что зашли как тебя зовут димон давай кулачок димона сразу напрягли держать звук для этого дубля мы перемещаемся мастерскую потому что у димона есть реальная проблема с которой я искренне надеюсь что мы постараемся помочь ты готов согласен ну пойдем узнаем что у нас будет сегодня происходить проблема это всегда неприятное состояние дим в двух словах объясни это твой аппарат давай немножко про твой аппарат заглянем внутрь и скажем аппарат я так понимаю платформа у тебя уже старенькая 2011 год но при этом у нас тут здесь rx 570 ругаем 8 гиговая у тебя получается ты уже делал апгрейд ну да потихоньку он блок питания поменялся 10 и обновил охлаждение на в общем у нас поменялся на vx 650 блок питания и видишь кого расскажи про проблем прям погромче под сколько мы пишем с тобой на одну петличку не стесняйся в играх после стабильного фпс начала нападать вот до 15 смотри можно сейчас заново запустить да это что как-то на запустим и смотри получается у тебя фпс держится около сотни правильно плюс-минус и какой-то момент проседает до 10 до 20 и может держаться в таком состоянии после чего началось это полгода назад было еще старая видеокарта было старый блок питания начал потихоньку менять то есть у тебя старая проблема осталась вот такой фпс скачет от 10 до соточки правильно давайте сейчас посмотрим женька подлетай сюда продемонстрируем этот этот дефект и постараемся разобраться спасибо что доверил нам свою машину димон искренне верю что мы хотя бы кому не заключение придем какой тебя кстати просто здесь находится 81 20 fx у нас м3 плюс основа оператив очки 8 и двухканалей с эшки у тебя нету только два жестких хорошо и в принципе охлаждение тяжело должно хватать для данного процесса и видишь которая достаточно бодро поэтому конечно иметь 10 fps это ну вот я уже вижу то есть да если мы видим около около десяточки и прям фризит при этом у тебя в какой-то момент может спокойно вот как сейчас до сотни мы поднялись и принципе нормально побежали все четенько можно вот в таком ста и все и зависли до проблема ясно проблем наглядная кулачок пожелай нам удачи соответственно я еще запишу и уже звонимся когда будет известно что с этим аппаратом а ты заодно на видосики посмотришь потому что и штучка сделаем в общем вы с ним интересно причем не могу что что самая стандартная проблема о все 13 то есть скачем вообще как хотим я в здесь во что-то нас упор происходит какие-то моменты интересные имеются заказ 947 образовался но пару слов про 944 944 закачка который у нас по словам клиента неожиданно выбивался не экраны сейчас он стоял тестировался целое воскресенье и он решил зависнуть на аурус то есть он синий кран перезагрузился и завис на аурус то есть здесь проблемы тоже какие-то непонятные творятся будем разбираться а пока что мне нужно сейчас будет взять ваню и мы поедем забирать 10 системников которые должны настраивать для риэлторской конторы а вам сейчас вы переключите свое эстетическое наслаждение на сборочку которую никита вам покажет в бюджете по моему до 70 тысяч субтитры сделал DimaTorzok спонсор сегодняшнего ролика сухарики видите друзья бесценный начну спонсор пока в сторонку давайте посмотрим что происходит у нас вот буквально сразу исключили варианта что проблемы с его системой смотри понятное дело первым делом наша проверочная ssd чтобы откинуть варианты допустим какие не знаю майнеры не майнеры как предположил наш оператор там трудятся вертятся и нагружают систему сейчас у нас процесс работает на частоте 3 герца базовая частота нашего fx 8120 это 3 1 то есть сейчас все нормально и мы смотрим если заходим в руку да действительно у нас fps с вами приемлемые вот то как он работает под соточку все четенько и сейчас мы постараемся поймать именно момент когда фризит чтобы определить в чем проблема msi autoburner у нас не запустил не выводит сейчас результаты просто ждем момент когда у нас как раз опустится чтобы посмотреть на какой частоте работает процессор потому что естественно это вообще первое подозрение что падает в такие моменты из-за чего может все фризить виснуть поэтому просто бегаем прыгаем и ловим еще разочек момент когда у нас начнется всякая ерунда творится на карте хорошо спасибо сын пришок тест на курицу давай есть есть пробитие пока нормально fps в крутинар так нормально фпс здесь в данном случае от оп 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 1516 и смотрим у нас спрос на работать в этот момент на частоте от 4 то есть у нас фрезы связаны непосредственно с частотой работы процессора зафиксировали поймали этот момент теперь если у нас теперь несколько переменных может быть и по разному на самом деле в этом вопросе все решается но первое что нужно убедиться вообще насколько все ли нормально у нас в плане прошивок биоса должно ли это держать смотрим заходим на нашу материночку 960 gm s3 fx и смотрим список поддерживаемых процессоров заранее посмотрим какая нас прошивка биоса п 1.10 и смотрим наш камушек наш камушек это 8120 вот он здесь есть до частота 3 1 должна держаться ревизи ядра b2 и версия прошивки по 1.10 то есть у нас материнская плата должна без проблем поддерживать этот процессор нормально с ним работать несмотря на то что с формально если мы заглянем сюда вовнутрь друзья мы увидим то что здесь всего у нас три фазы питания и он скажем так без радиаторный процент тут конечно восьми поточный с питанием у него прям излишка нету это точно поэтому у нас здесь несколько моментов есть в безусловно можно залезть в bios посмотри посмотреть покопаться с частотой постараться зафиксировать в базовых каких своих частотах и посмотреть как он себя будет вести то есть перестать ему дать возможность прыгать с частотой четко поставить и проверить либо это действительно может быть связано допустим своим процессом и такие тоже случаи были то есть у нас сейчас две перемены которые под подозрением это безусловно а мать это безусловно сам проц это еще безусловно какие-то нюансы с прошивкой bios а поскольку мы исключаем блок потому что он тут поменял и все остальное тоже человек менял пытаясь решить эту проблему заходим bios и давайте благодаря спонсору немножко в нем разберемся начнем друзья давать из банальных вещей проблем у нас ясна начнем просто мы должны исключить с вами все нюансы bios а начнем мы с того что во-первых один один у нас стоит да но у нас есть последний прошивка это вообще начальная чтобы понимали без не у нас даже 1 и 5 и чтобы интересно что она вообще фиксит в процессе того что мы делаем смотри начиная с 1 10 полно обновляет как раз таки улучшает скорость загрузки обутаем опять же cpu коды нам добавляет которые могут опять скорость загрузки cpu коды и вообще проблем на восьмерочки со сном какие-то были все это фиксит поэтому я предлагаю начать банально давайте зашли последний bios не зря что он на официальном сайте наверное его немножко потестили посмотрим изменится ли у нас поведение или нет если нет тогда мы уже будем непосредственно заходить в твик имеется ввиду модифицировать питание процессор не непосредственно сам биосе и уже смотреть будет на что-то меняться с нашей проблемкой но мне есть такое предчувствие что возможно это пофиксят и мы сейчас зачем bios и начнется новая жизнь у компа надо мое предчувствие по 1.5 апгрейдимся сразу на четыре пункта прошивается стирается программируется все по красоте и тормозите видосик напишите в комментариях вставочку поможет не поможет а мы шаг за шагом двигаемся к результату а результат это довольный клиент который теперь сможет наслаждаться в кс-ку искренне верю что у нас все получится но обязательно ну вот power of during bios update то есть просто не отключайтесь во время прошивки bios иначе он обновится без вас bios прошит но интуиция интуицией на нашей ssd улучшилась а вот на жестком диске человека опять мы смотрим опять мы ловим фрезы и у нас опять до 14 падает прос то есть данном случае у нас дело было не в прошивочке идем копаемся дальше рассуждаем есть у нас в качестве эксперимента другой фикси в качестве эксперимента другая материнская плата либо заходим в оверк локинг твики и начинаем ползуночки туда-сюда двигать чтобы посмотреть себе этот аппарат чувствует но конечно обидно сейчас еще общую систему еще жесткие дисков сделаю что было более наглядно и придем к кому-то логичному решению значит смотрите какие у нас тонкости интересно тут уже наверное час не меньше смотрим восьмитысячник сейчас у нас в нашей материнской платье с видеокарты 1050 ti некий двух словах какие-то нарекания фрезы есть но есть такие просадки но это уже зависит от количества людей на карте так все более-менее то есть у нас до 10 до 20 не скатывается на тест на тесте тут 4000 на fx абсолютно то же самое то есть вот можешь посмотреть прямо сейчас на фпс то есть здесь сейчас конфигурация с нашим четырехтысячным fx и все хорошо то есть каких-то вот просадок там до 10 картинка плавная 160 зависимости то что происходит действительно карте то есть по факту вот у нас несколько мы сборочек собрали и нареканий ушли теперь нужно выяснить действительно ли если мы почему вот восьмитысячник возвращаем сюда обратно у него как-то не хочешь все равно просадка просадка серьезно ощущается до 14 герца как ни крути то есть но хотя бы мы выяснили что с тем процессом в принципе все нормально вот и на другом процессе менее многопоточном материнской платы все тоже чудится неплохо поэтому возвращаем обратный fx и уже наверное 8000 81 20 уже наверно сейчас будем крутить мониторить именно что касается настроек коверклокинга потому что по-другому никак здесь не делаешь либо то есть у нас два варианта либо мать другая нормально себя ведет либо просто другой нормально себя в этой конфигурации ведет но нам интересно именно этот процесс именно на этой матери иначе клиенту это обойдется совершенно другие затраты поэтому возвращаем и последнюю под финалочку чуть вам скажем какой результат у нас после всех этих манипуляций сложных появился если момент слейте да 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 спасибо да и насладиться игрой значит смотрите друзья мы начали сегодняшний день с того что надо выходить неожиданно к любым жизненным преградам и их побеждать у нас в общем непосредственно на этой карте фрезы начинались конкретно то есть у нас фпс проседал до 20 до 10 20 прям наглядно при этом просто нас держал частоту 1 и 4 то есть чувствовал себя ужасно сейчас в игре без каких-то проблем у нас фпс держится нужно от 60 до сотни играть комфортно то есть никаких-то фрезов сильных не замечено то есть в разы лучше чем был до этого что было произведено безусловно мы прошли с вами bios но по факту единственное что действительно по-хорошему помогло это не прошивка bios потому что даже после прошивки и сам тоже улучшилась ситуация все равно на родном жестком диске оставались некоторые нюансы теперь мы идем в перезагрузку я вам покажу на каких у нас параметрах мы остановились и работает стабильно тесты будут еще проводиться наверное завтра с утра чтобы более объемно и обширно дать информацию по этому аппарату но я хочу чтобы вы понимали если у вас такая же ситуация смотрите что проблему решает ну как минимум так вот костылем заходим в наш любимый bios кстати заставочка изменилась после прошивки то есть у нас на было ирбис сейчас у нас от asus а вернее то срока заходим в оси твикер у нас в режиме вручном мы понизили на самом деле то есть не знаю то что вы на автомате там нас стоит один и сколько 127 вольтаж на 1 22 при этом частота с 3 1 до 3 понизена работает в такой конфигурации аппарат стабильно да вот как бы это забавно не звучал то есть мы слегка сняли напряжение с материнской платы с процесса и все стало гораздо более адекватнее логичнее ну то что и требовалось на данном этапе это конечно не нормально поведение материнской платы который рассчитан под этот процесс должен быть все по-хорошему но учитывая возраст и как она себя чувствовать может разные приключения поэтому с этим аппаратом мы сегодня закончим вот такая вот полезная информация какая была такая осталась и небольшие апгрейды офиса который нас происходили посмотрите теперь что есть саша жет на 3 стол в данном случае у нас теперь стольчику тут появилась еще вот такая вот штука чтобы как раз можно бы со что до сюда микроскоп станет вот тут сюда микроскоп можно было им кататься ездить чуть побольше пространство рабочая расширилась но это хорошо поэтому смотри стольчик у нас еще один остается здесь главное что прогресс идет так или иначе комфортная зона для мастеров это очень очень ценно друзья вот в этом прохладном полу коридорчики закончим сегодняшнее видео полезненькая была информация на самом деле если кто-то был конкретный опыт с 8120 на стареньких а срок 960 чипсетах напишите вниз что еще можно немножко подключить потому что времечко есть этот системе к оставим до завтра и возможно человек уже заберет его действительно с более конкретной конфигурации но пока что как я сказал 1 22 стабильная частота и 3 гигагерца на процесс работает стабильно мы не падаем напряжение все прекрасно как-то так друзья спасибо что посмотрели эту компьютерную историю увидимся завтра в новых приключениях потому что их тут просто на каждом шоку вот куда ни плюнь везде какая-то судьба вершится еще раз спасибо поставьте лайк если нравится то чем мы занимаемся напишите комментарий подпишитесь на канал щелкните колокольчик вам не сложно нам очень приятно это действительно продвигает хорошую компьютерную мастерскую до новых встреч пока пока